Всем привет! С вами Давилович и сегодня новый обзор. Сегодня разговариваем про USB флэш накопитель. И это можно сказать топовая USB флэшка от компании Transcend JetFlash 910 объемом 256 гигабайт. Кстати, друзья, данную флэшку я купил по очень низкой цене. Ссылочку я оставлю под этим видео, где вы сможете посмотреть, сравнить, выбрать самую низкую цену и смело купить. Если посмотреть на пару лет назад, то USB флэшки такого большого объема встречались очень редко, если их совсем тогда еще не было. И тут, в принципе, производителей можно понять, потому что такой объем, это, конечно же, все хорошо. Но для такого объема нужны и высокие скорости. И вот именно в этом-то вся загвоздка USB накопителей. Конечно, USB накопитель гораздо удобнее, причем в разы, чем даже если мы возьмем внешний SSD накопитель. За счет того, что компактный размер USB разъем у нас сразу же в устройстве. Нет никаких проводов, в отличие от внешних SSD. И все гораздо проще. Достали, вставили, забрали, убрали. Ну и, соответственно, размер. Конечно же, размер здесь меньше. Но, опять же, намного ли? Меньше раза в два. Ну и это весомый плюс. Более того, USB флэшки объем 128 и 256 гигабайт, которые есть сейчас на рынке, стоят, ну, все-таки сравнимо с SSD накопителями того же объема, с SATA SSD накопителями. Ну и примерно столько же, сколько стоят внешние SSD. Ну и, как я говорил ранее, самый главный затык у производителя, это, конечно же, скорость. И вот сегодня на обзоре у меня JetFlash 910 от Transcend с просто невероятными заявленными скоростями. Это 420 мегабайт в секунду на чтение и 400 мегабайт в секунду на запись. Мне сразу же стало интересно, как такое возможно, как можно было разместить такой большой объем с такими большими скоростями в таком достаточно маленьком корпусе. Ну и, конечно же, я полистал интернет и нашел то, что все-таки здесь скорости у нас, да, должны совпасть с тем, что заявляет производитель, но какой-никакой буфер здесь должен быть. Следовательно, после чего у нас скорости должны упасть. Все это мы с вами обязательно проверим. Ну и, конечно же, хочу отметить, что здесь у нас используется TLC-нампамять, да-да-да, как в SSD накопителях. Ну и мне не удалось узнать, какая память здесь используется, кто производитель чипов памяти и сколький слой на память здесь. Ну и перед тем, как перейти к распаковке и сделать тесты данной USB-флешки, я бы хотел отметить, что это не самая дорогая USB-флешка от компании Transcend. Есть и дороже. Это JetFlash 780, которая базируется на чипах памяти MLC. И у той флешки ресурс будет побольше, чем у этой. Но, друзья, там скорости совсем другие. Ну а сейчас давайте сделаем распаковку и перейдем к тестам. Упаковка флешки у нас стандартная. Это картонный блистер с пластиковой вставкой, прозрачная, где, собственно, и находится наша флешка. Итак, Transcend 256 ГБ, JetFlash 910, USB 3.1 первого поколения. Высокая производительность, скорость чтения до 420 МБ в секунду, скорость записи до 400 МБ. Обязательно все это проверим. На обратной стороне куча разных языков. Для более подробной информации о совместимости продукции обратитесь к ru.transcend-info.com. Собственно, ссылка на сайт. У нас указана модель нашей флешки и имеется индивидуальный серийный номер. Это прямо очень хорошо. Ну и гарантия у нас всемирная 5 лет. Собственно, QR-код, ссылка на сайт производителя и все. Больше здесь ничего особенного нет. Имеются вот такие прорези для того, чтобы данную флешку достать. Поэтому давайте проверять. Как правило, такие штуки у меня, по крайней мере, не работают. Нет, друзья, смотрите, здесь все прорези вроде как открываются нормально. Нет, друзья, все равно криво, косо, как попало. Подтаскиваем нашу флешку. Все, друзья, больше нам здесь ничего не интересует. Блистер нам тоже не нужен. Ну и вот, друзья, вот наш герой обзора. USB флешка. Флешка Transcend объем 256 гигабайт. Самая быстрая. Ну, блин. По размеру она чуть больше, чем обычные привычные нам USB флешки. То есть флешки стандартные примерно вот такого размера. Здесь у нас чуть побольше. Итак, хороший металлический корпус, хорошая порошковая покраска. Все красиво. Ну и на лицевой стороне только Transcend 256 гигабайт. Имеется петелька под шнурок для переноски. И там же у нас спрятан светодиод с индикацией. Ну что, друзья, давайте откроем и посмотрим. USB 3.1, синий цвет. Все как положено, все соответствует. Ну и, собственно, у нас такая вот блестящая поверхность. Какие-то коды, сертификации. Ну и здесь есть серийный номер, друзья. На флешке также нанесен лазером серийный номер. Ну что ж, колпачок сидит довольно плотно. Закрыли. Все. Я думаю, даже влага никакая туда не попадет, если вы даже промочите. Все здесь, в принципе, просто стандартно. Но за счет того, что он тоненький, то стоит с ним быть поаккуратнее. Потому что можно легко его замять. Думаю, даже без каких-либо усилий. Ну а в целом, друзья, выглядит круто, классно, стильно. Ну и дорого. Ну а теперь давайте подключать нашу флешку. Все у нас запустилось. Все у нас определилось. И давайте смотреть на размер. Чистый размер у нас 232 гигабайта. Очень хорошо. Да, есть потери, но это нормально. И изначально у нас размечена флешка в файловую систему FAT32. По умолчанию вот так. Поэтому будем проверять. Сначала все просто по умолчанию. Ну и давайте смотреть в утилитах. Первым делом запустим CrystalDiskInfo и посмотрим на нашу флешку G. Температура здесь у нас не поддерживается. Будем тактильно ее проверять. Пока все прохладно, холодно. Никаких изменений нет. Итак, у нас нет параметров по количеству записанных и прочитанных данных. Есть количество включений 6 раз. Причем я для фото еще сейчас включал 2 раза эту флешку. То есть абсолютно новая флешка. У нас имеется серийный номер устройства. И здесь он, друзья, у нас вот в таком вот виде. Не в таком, как на флешке. Но, друзья, самое главное, что флешка-то определилась как Silicon Motion 3282. Объемом 250 гигабайт. И значит здесь у нас контроллер от Silicon Motion. Очень-очень интересно. А дальше, друзья, давайте запустим SSDZ. Флешка у нас здесь тоже определяется. Все, друзья, но не контроллер на память, к сожалению, не определились. Ну а дальше давайте стандартными средствами. CrystalDiskMark в 5 прогонов по 1 гигабайту запустим тест. И посмотрим на результаты. Тесты у нас завершились. И первое, что хочу отметить, флешка у нас немножко нагрелась. Ну и, конечно же, давайте поговорим про скорости. Скорость чтения записи. У нас было заявлено 420 на чтение, 400 на запись. По факту получили чуть повыше. И это очень приятно. В принципе, по скоростям здесь у нас все в порядке. То есть линейные скорости чтения записи у нас высокие. Все отлично. Ну а на случайном чтении и записи у нас скорости проваливаются. И скорости ниже, чем, например, у простых SATA SSD накопителей. Где-то в 3 раза. В остальном здесь все у нас красиво. Ну что ж, дальше запускаем SSD Benchmark. И давайте посмотрим, что нам выдаст этот Benchmark. Запускаем. Тесты завершены. Линейные скорости чтения записи у нас получились чуть ниже, чем в CrystalDisk Mark. Ну и количество баллов у нас всего 187. Это все потому, что это у нас USB флешка, а не SSD. Дальше, друзья, запускаем ATO Disk Benchmark. И смотрим, что нас ждет здесь. Тесты завершены. И тут, в принципе, все достаточно быстро. За исключением самых мелких файлов. Ладно. Дальше нас ждет Adjo Systems. И давайте смотреть, какие скорости покажет нам утилита здесь. Все великолепно, все быстро. Ну что ж, давайте сворачивать все наши синтетические тесты и переходить к самому главному и интересному. Это, друзья, тест на реальную скорость записи. И будем копировать на нашу USB флешку Transcend JetFlash 910. Папку Render объем 100 ГБ и смотреть, как себя будет вести наш SSD накопитель. 315 МБ в секунду было у нас на старте. Итак, скорость потихонечку падает. Снова 319 МБ, 280 МБ. Что ж, друзья, скопировано 5 ГБ. Все пока у нас достаточно быстро. И для USB флешки очень и очень хорошо. Но, друзья, где-то после 6-7 ГБ скорость у нас упала до 80 МБ в секунду. И вот он, флешка имеет буфер порядка 6-7 ГБ и скорость падает до 80 МБ в секунду. Что является все равно высоким параметром. И это у нас хороший параметр для USB 3.0.3.1 флешки. Что ж, друзья, давайте продолжать наблюдать за скоростями и посмотрим, что же у нас будет в конце. 10 ГБ записано. Все отлично. Ну и скорость у нас держится в пределах 82-83 МБ в секунду. На флешку записано уже 50 ГБ, а скорость все прежняя. 82-83 МБ в секунду. И иногда падает там до 78. Все отлично. Все хорошо. Ну что, у нас завершается копирование папки. Объем 100 ГБ. Скорость у нас остается все в тех же пределах. В среднем 83-80 МБ в секунду. И для USB 3.0.3.1 флешки. Это очень хороший показатель. Причем, чтобы в самом начале у нас были очень высокие скорости. Итак, у нас все записалось. Все отлично. Давайте посмотрим. У нас записано 100 ГБ. 132 свободно. Ну и сейчас я предлагаю сделать тест. Crystal Disk Mark'ом без каких-либо пауз на нашем на 43% заполненном накопителе. Ну что, тесты у нас завершаются. И как мы можем увидеть, скорость чтения у нас не изменилась. А вот скорость записи у нас стала ниже. Причем, достаточно. И это, друзья, нормально, потому что буфер у нас переполнен и еще не успел освободиться. Поэтому сейчас сделаем паузу 15 минут и снова запускаем Crystal Disk Mark. После чего запустим тест AIDA. Итак, 15 минут прошли. И давайте снова запускать тест и смотреть на результаты. Кстати, за это время флешка остыла. Ну а тут, как вы можете видеть, даже после 15 минут у нас буфер не освободился. Поэтому сейчас, после завершения, предлагаю флешку отключить, выждать паузу и снова запустить этот тест. Итак, очередные 15 минут прошли. Подключаем нашу флешку. Все отлично. Все также заполнено на 100 ГБ. Ну и снова запускаем Crystal Disk Mark. И давайте снова смотреть, что у нас будет на данной флешке после теста. Ну вот, друзья, тест завершился. И у нас вернулись все максимальные скорости. Буфер освобождается у нас после отключения. И я так понимаю, что он освобождается довольно быстро. Ну а теперь самое время запустить AIDA64 и на линейной записи посмотреть, как ведет себя наша USB флешка. Ждем запуска утилиты. Выбираем тест диска. Выбираем наш накопитель Transcend. И выбираем линейную запись. Запускаем. И смотрим, что у нас будет. Ну что, стартует запись 392 МБ в секунду. 389. Отличные реальные скорости. Ну и давайте смотреть, что у нас будет дальше. Скорость у нас потихонечку падала, но нет. Возвращается обратно и снова все те же 390 МБ в секунду. И вот оно, друзья, вот оно, резкое падение. Снова резкий взлет. Продолжаем смотреть. Самое интересное, что было записано на флешку в более 5%. Это у нас более 10 ГБ. А скорость-то пока еще не упала. Значит, на тестах реальной записи нужно было выдержать паузу. Нужно было отключить флешку, чтобы увидеть реальный буфер. Максимально, когда вот эта флешка только подключается и сразу же выполняется запись. Снова у нас падение по скорости. И снова она поднимается вверх. 10% записано на нашу флешку. И скорости пока у нас высокие. То есть есть провалы, бывают провалы. И вот он, друзья. Вот он провал. У нас получается на 10%. А это значит, что 23 ГБ примерно буфер. Чистый буфер нашей USB флешки. Дальше, друзья, у нас по картинке все идентично. Грубо говоря, практически прямая. Записи на 87-88 МБ в секунду. И ждать еще полчаса. Это непозволительная для меня роскошь. Поэтому завершаем. Вы сейчас все увидели сами. И, если честно, данная флешка меня удивила. Да, она по размеру больше, чем стандартные маленькие USB флешки. Но здесь, друзья, у нас объем 256 ГБ. И такую флешку носить в кармане, прицепить ключам. Ну, просто, я считаю, одно удовольствие. У вас колоссальный объем будет всегда под рукой. Причем не будет никаких проводов, как, например, у внешних SSD накопительных. Ну, и, конечно же, скорости. Данная флешка подтвердила все заявленные скорости. Причем в бенчмарках скорости у нас показались даже выше. Это, грубо говоря, 460 МБ в секунду на чтение и 420 МБ на запись. И за это отдельный респект. Но, друзья, не обошлось и без сюрпризов. Ну, как сюрпризов. В принципе, это было все ожидаемо. Потому что разместить в таком компактном форм-факторе, там, я не знаю, DRAM кэш, мощный контроллер и все-все-все для того, чтобы все работало быстро, без буфера, к сожалению, не удалось. Более того, флешка нагревается. Не скажу, что сильно, но это имеет место быть. И за счет этого, я думаю, тоже связано у нас снижение производительности. Буфер на данной флешке у нас составил порядка 20 ГБ. И это у нас 10% от общего объема. Но это все равно много. Сами представьте, когда вам нужно на USB флешку закачать такой большой объем. Это, я думаю, очень редкое явление. Но если вы решите закачать сюда очень-очень много информации, то у вас всегда будет под рукой, не знаю, ваша коллекция, ваши резервные копии, фотографии, еще что-то. Все, что угодно. Причем гарантия на данную флешку 5 лет. Реальная скорость записи на данную флешку меня тоже порадовала. 350 МБ в секунду. Очень хорошие скорости. До переполнения буфера в 20 ГБ. После чего скорость падает до 80 МБ в секунду. И это все равно очень высокая скорость для USB 3.1 флешки. Тут претензий к накопителю нет, даже несмотря на наличие буфера объемом 20 ГБ. Если мы посмотрим на бюджетный SATA SSD, то там буфер и того меньше порядка 4, 5, 6 ГБ. А здесь все это в USB флешке и гораздо большего объема. Ну и конечно же вы видели, что даже по прошествии 15 минут у нас буфер не освобождается и скорости сохраняются в районе 80 МБ в секунду. Пока вы флешку не вытащите и пока она немножко, так скажем, не отдохнет, не остынет. После чего у нас скорости восстанавливаются, буфер восстанавливается и все залетает снова на очень высоких скоростях для USB флеш накопителя. Конечно же я не могу не отметить шикарный металлический алюминиевый корпус, хорошую покраску, надеюсь не облезет со временем. И наличие светодиода, индикатора питания, который у нас спрятан под отверстием для петельки. То есть он не будет вас раздражать, не будет ослеплять полкомнаты в темноте. И это тоже я считаю очень важный параметр. Но подводя итоги, данная флешка мне действительно понравилась. И я прямо очень удивлен тому, как сильно у нас шагнули производители USB накопителей. Объем вырос в разы, объем колоссальный. Ну и конечно же скорости на уровне SATA SSD накопителей, причем середнячков SATA SSD накопителей. И даже несмотря на то, что не обошлось без наличия буфера. Хотя буфер здесь все равно большой 20 гигабайт. Ну а на этом друзья все. Обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, вступаем в группу ВКонтакте. И до новых встреч. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает сколько стоит данная флешка, я оставил ссылку под этим видео. Смело переходите, смотрите, сравнивайте. И если вам все понравилось, покупайте.